Всем привет! На связи Мабу и в сегодняшнем видео, как я обещал в позапрошлом видео, я вам покажу, как передавать данные из одного фрагмента в другой фрагмент. В чем суть? У нас есть, допустим, одно activity, в котором есть два frame layout, в которые подгружаются разные фрагменты. Например, в одном у нас кнопка, в другом текст какой-то. И нам нужно реализовать так, чтобы при клике по кнопке в одном фрагменте менялся текст во втором фрагменте. При этом эти фрагменты должны взаимодействовать, но ничего не знать друг о друге. Мы можем это реализовать с помощью, конечно же, ООП, объектно-ориентированного программирования и с помощью специальных подходов. То есть, смотрите, что у нас будет. Я вам сейчас запущу проект, но он, собственно, собран. Еще раз соберусь сейчас. Вот у нас в одном фрагменте кнопка, в другом текст, да, empty, то есть пустота, ничего нет. Я кликаю по кнопке и меняется текст в другом фрагменте. Как это мы можем реализовать? Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «Ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по стартовой карьере, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! У нас должно быть наше стартовое Activity, да, начиная с BuildGradle, я подключаю U-Binding. Подключили. У нас есть верстка нашего Activity. В этом Activity просто два Frame Layout, куда мы будем загружать верхний Frame Layout, мы будем загружать фрагмент, где будет расположена кнопка, а в другой Frame Layout будем загружать фрагмент, где есть текст. Что у нас будет происходить дальше? Дальше у нас есть, мы создаем два фрагмента, фрагмент Actions и фрагмент Res. Во фрагмент Actions у нас, собственно, что у нас там? У нас будет просто расположена кнопка. Смотрим просто кнопкой, ничего кроме кнопки нет. А во фрагмент Res, верстку смотрим, просто текстовое поле. Идем в наш, допустим, фрагмент, где у нас будет просто кнопка. Здесь мы просто подключаем все по U-Binding. Это сейчас мы не разберем, я вам потом все расскажу. И здесь у нас по U-Binding подключаемся. И здесь мы обрабатываем нажатие на кнопку. Что у нас дальше происходит? Как у нас будут общаться вот эти вот два фрагмента? Эти фрагменты будут общаться с помощью специального интерфейса. Создаем интерфейс и вызываем там некий метод. Можете называть его как угодно. Я его назвал SendData. И мы там будем передавать в этот метод какую-то строку. И поэтому здесь мы во фрагменте, на котором будет кнопка, где мы будем нажимать на кнопку, мы здесь создаем объект интерфейса. Здесь его инициализируем. И здесь мы берем его, вызываем. И вызываем у него специальный метод SendData. И туда передаем текст, который нам нужно передать в другой фрагмент. А это, допустим, каталог. Неважно, какой текст, я бы назвал его каталог. Что мы далее делаем? Далее мы во фрагмент, куда будем получать эти данные. Здесь мы, опять же, смотрим, по-моему, позапрошлое видео. Будем принимать данные. Я об этом всем рассказывал, как это делается. Принимать данные во фрагмент под специальному ключу K. И здесь мы, в общем-то, и принимаем это значение, которое приходит по со значением K. Как получать данные во фрагмент, я, опять же, на позапрошлом видео, по-моему, рассказывал. Об этом, по-моему, позапрошлое видео было. В самом MainActivity мы наследуемся, то есть привязываемся к нашему интерфейсу, которым реализовали метод передачи данных. Здесь мы тоже все по байнингу делаем. И здесь мы при загрузке нашего Activity изначально подгружаем фрагмент с кнопкой и добавляем фрагмент с текстовым полем. И по умолчанию в самом начале, когда только загружается наше приложение MainActivity, мы в качестве значения, в качестве текста для текстового поля передаем слово Empty. Вот откуда у нас берется при загрузке мобильного приложения на экране вот это слово Empty стартовое. А затем мы, так как здесь мы прописали наш интерфейс, мы переопределяем метод интерфейса. И что мы говорим? Мы говорим загружай, а именно не просто загружай, а заменяй фрагмент во FrameLayout с ID-шником FromRes, куда загружается фрагмент с текстовым полем, загружая его с новым значением Data. А в качестве даты мы уже отсюда передали значение каталог. И в результате, в результате, что будет происходить? Мы, значит, нажимаем на кнопку, мы нажимаем на кнопку в этом фрагменте, фрагмент Actions. Значит, это все переходит сюда, в MainActivity. Здесь он видит, что мы переопределили метод специального интерфейса, да, SendData, в котором говорим загружай нам, вернее, перезагружай. То есть смени нам один FrameLayout на другой. То есть в этом FrameLayout снова загрузи нам вот этот фрагмент, фрагмент Res, и уже передай туда значение, которое мы передаем с фрагмент Action. Ну и, собственно, во фрагмент Res мы принимаем это значение по плечу K и записываем его в определенное текстовое поле. А посредником является вот этот Activity, а реализуем мы этот метод с помощью интерфейса. Вот так вот все это и работает. То есть при реализации такого функционала у вас есть один фрагмент, другой фрагмент, оба загружены в Activity. Взаимоотношения между ними происходят через Activity с помощью этого интерфейса. Но, допустим, если бы, факт в том, что вот так вот просто подгружать фрагменты не рекомендуется. Потому что если у вас просто загрузится фрагмент вот так вот и при повороте экрана, я вам сейчас даже покажу, наверное, там не будет видно. В общем, при повороте экрана снова будут загружаться эти фрагменты и будет у вас задвоение надписей. То есть два раза будет загружаться один и тот же фрагмент вот здесь. Для того, чтобы этого не было, нужно прописывать специальный код. Но это уже относится к принципам правильной разработки. Если вам интересуют эти принципы правильной разработки, как правильно прописывать, когда загружать фрагмент через Act, а когда при повороте экрана можно его заново не загружать, то в этом случае я вам рекомендую записаться ко мне на обучение. Там мы все это разбираем. Но на сегодня у меня все. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать, как и обещал. Я вам рассказал о том, как передавать один фрагмент, данные из одного фрагмента в другой. На сегодня у меня все. Всем пока.